Всем привет, девочки, мальчики. Всем привет, у нас время 7 суток. 29 декабря. Господи, хочу силу нет. Я еду на мельклёрчик. Где видите запись? Сделала себе вот такой бутербродик. Это, короче, жареное мясо, вяленые помидорки, отвратительно неполезанная пища. Это вкусно. Очень вкусно. Зато как вкусно. И кофе у меня с молоком. С молоком тоже, кстати, не полезен пить кофе. Сахар поднимается. Резко. Вернее, не сахар. Или сахар. Или уровень инсулина, я уже не помню. Но не суть. Кофе с молоком пить вообще вредно. Я думаю, маникюр не знаю, что делать. Не придумала. У нас на улице минус тринадцать. Ощущается, как минус семнадцать. Сейчас. А мы спим с открытыми окнами. У нас же рейн дома. И я даже не знаю, что мне одеть. Какую куртку. Или тёплую. А днём ведь будет теплее. Или будет жарко. Порошая, да? М-м-м-м-м-м. Плохо вкусно. Глаза. Это знаете, поднять, поднять, разбудить, забыли. Я сплю ещё. Заверно, не глупо, ну. Часа, наверное, в два. Вот такой, девочки, маникюрчик у меня. Видно, не видно? У меня тут снежинки. Нежнятина вот такая. Захотелось мне нежнятины. Я уже дома. Я уже дома. Привет всем. У нас сегодня уже 30 января. Я сбегала быстренько. Но мусорку солила. Сегодня рыбу красную. Чтобы не вняла, сразу очистки от рыбы выкинула. Надо сходить в магазин и пить грецких орехов. Буду делать на завтра заготовочку. Филе куриное с черносливом и с орехами. Рулетики. И куриное филе с грибами и сыром. Масло еще под солнцем не закончилось. В общем, чуть-чуть попозже покажу вам рецептик. У нас прям холодает. На градуснике минус 13. Ну, прям холодно. Прям минус 20. Ветер Морозный. Ну, вот. Средневеков нету, как я говорила. Но они есть в киоске, где мальчики торгуют. Не похоже на тебя, не похоже на меня. Вот. А мне надо петрушку. Укроп мне надо на салатик. Мне надо петрушку. петрушку только в наборах. Набор тогда возьмем. Петрушка. Мне надо поди два огурца, что ли. Два? Ну, как-то древненькие, конечно. Вот тут так себе. Ну, какие вы хотите огурцы на Урале Новый год. Пошла, короче, я в магазин за орехами и маслом. А что беру опять? Я опять беру не рассчитывала. Что там у нас с помидорами? 169. я все помидоры завяливала. Я еще забыла, что мне надо у нас хотя бы чуть-чуть, хотя бы какую-то нарезочку сделать. я вообще много дома, а мама, мы дома надо, чтобы было, потому что если вдруг первое, второе замерзать, не допусти, чтобы у меня было все в жюри на всякий случай. Так, 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 орехи, где орехи мне взять? У мальчиков этих непохожих ни у тебя на меня нет орехов. Вот мы вчера брали с Таней в восточном магазине, чего я балда не взяла. Ладно. Ладно, возьмем здесь орехи грецкие, а есть и наши. Так, это лесные, это у нас кеши, это кто? Грецкий РХ-33. Вот там хоть вообще-то грецкие орехи там позорно. Что вот я вчера не целла? Ну ладно, что делать? Что делать? Арахис ну что-то есть получше. Вот тут другая фирма, фирма другая, Иноград. Это что? Финик, всякая фигня, что надо не... Ааа, тут есть красная цена, арахис только. Ну ладно. Что не поделаешь. Таня делает битц циви. Она взяла орехов много. Так, дальше, что мне там еще? Надо было по списку фимасов, подсолнечная. Простите, но у меня закончилось. И надо мне, кстати, майонез купила две пачки. светофоры по 86. Смотрите, кончился. Тут 189, 144. Чего я не побегу с этофординозом или побегу? С 86. Хоть не побегу. Или не побегу. Возьму маленькую пачку. О, господи. Так, что они стоят без фординга, значит, они где-то вот такие же минус в этом доме. Так, у меня селяночку весьма не хватит. У меня осталось полпачки. И 67%. Полпачки осталось. Еще возьму полпачки. чтобы мало ли вдруг хватит. Так, разрешите пойти и хлеб. Хлеб черный-белый. Багет для бутербродов с рыбкой. Так, че число не смотрю? Вот мне, кстати, приучил товарища не смотрю. Число я раньше ничего не смотрела. Один раз купила коровай, вчерашний получила по первое число. И первый всегда смотрю. Так, это вчерашний, сегодняшний батончик. И мне надо для бутербродов с томатами. Черный, вкусный. вкусный. Бородинский, конечно, хорошо бы. Хлеб ржаной, диетический. Угу, не бородинский у нас перерезанный. Возьму добычу продуктов Бородинский. Любые курицы такие, тоже хорошие. Масло, 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 масло. Масло, масло, масло. Растительное масло. Почему на растительное масло не распутся, оно на яйца растет. Так, ну, кстати, масло растительное тоже цене берется. Золотая семечка как была, 129, так и осталось. Слободу я вчера ввела по 119. Где, в каком доброцене. масло особо-то много не надо. Я вот эту красную цену возьму. Вот так всякий ключ. Конечно, в ноку это разбавлено. Потому что когда не нагревается, все стороны брызгать как-то ненормально. Все. Больше мне вообще-то ничего не надо. И хватит. И все, и хватит. И дым кто-то мне там просил посмотреть цены на сигареты сигареты у нас в закрытых лотках. Вот там сейчас если посмотрю, где список сигарет нависит, для мур-канала у нас пардон нету продажи водки. Вот. в среднем 200-300 рублей такая водка обычная, ну и вверх. Так, девочки, мальчики, сейчас мы с вами будем готовить к Новому году филешки. Я их помыла, вот они у меня тут до шлычки лежат. делаем с двумя начинками филешки. Сколько-то я запеку. Ну и все, наверное, запеку на Новый год. Так, начинаем с начинки. Начинка у меня грибы белые замороженные. сейчас их они мне вот оттаяли. Сейчас я дружночок. Будут порционные маленькие рулетики с грибами и сыром и вторая начинка у меня будет с черносливом и грецким орехом. Чернослив надо предварительно замочить. Я вот не замочила. Ну, он свеженький, чернослив такой мягкий, в принципе, не жесткий. Замочили чернослив, пусть стоит. Пока готовим начинку из грибов. Луковицу одну большую чищу. Мелко-мелко буду резать. Ну, хорошо. Ну, грибов. я подержу. я подержу. Ну, я подержу. обжариваю все это кстати девочки как вот вы масло когда растительное открываете видите я вот эту пинточку достаю и вставляю ее боком и она мне вот так вот боком стоит очень экономит расход масла масло на сковороде чуть-чуть разогрелась на маленьком огне не на большом и дочки сюда сильно прям зажаривать не нужно пережаривать потому что они же нас еще потом духовке будут их просто нужно обжарить сликом чтобы лишняя влага из грибов вышла из лука вышла только для этого уже их солю солю почему потому что нам же нужно чтобы влага вышла поэтому целюсь можно желательно вообще как бы крышкой не закрывать когда вы обжариваете я закрою и на крупной терке буду тереть сыр сыр нам еще понадобится для того чтобы сверху посыпать рулетики я люблю когда еще сверху на рулетиках сырную корочку поэтому часть уйдет в начинку часть уйдет сверху посыпать будем сыром сыр натерли на крупные стерки вторая начинка у меня чернослив с грецким орехом и с чесноком я использую другую начинку обязательно буду добавлять майонез так рулетики будут вкуснее сочнее лучше и сейчас я орехи тоже промою кто любит помельче можно еще вот так ножичком пройтись порубить сильно мелко мне не хочется мельчить и вот ним так достаточно это вторая начинка у нас сюда я режу черный слюк тоже не очень маленькими кусочками не через мясорубку там как некоторые делают я считаю что ну тут никакого вкуса не я не чувствую ну не нравится так меня наши бы я упустила кусочек там были другие кусочки что все можно было попробовать расчувствовать вкус влеченый слив мясо с черносливом люблю скрогой нет так лучше наслева здесь много сильно тоже не надо сладкий и сюда же мы еще добавим чеснок так надо грибочки помешать леды с луком обжарила сейчас я оставлю остывать обязательно что-то остыла и смешать потом сыром смешиваю чернослив с грецимом орехом добавляю туда свой любимый чеснок ну вот в общем то так меру достаточно будет можно чуть-чуть посолить можно насолить можно просто добавить ложку столовую майонеза сейчас у меня чесночок он замороженный немножко разойдется наверное побольше добавить манеза суховато видите она такая не влажно не размазывается напрямую суховатенькая такая должна быть как салатик как сухой салат пропитанный но когда вы добавляешь немножко майонеза во первых майонез впитывается в мясо становится вкуснее во вторых как-то скрепляет начиночку здесь сыра нету в той во второй начинке у нас будет сыр там будет сыр скреплять немножко здесь вот так вот вот такая мне первая начинка для первых улетиков вкуснятина я бы то окошко съела малое филе обрезаем но нам будет мешать чтобы у нас рулечки все были одинаковые а вот это филе берем и вот так вдоль разрезаем на две половинки на две части чтобы было потоньше мясо и в личке у нас хорошо заворачивать естественно его нужно отбить молоточком отбивать лучше посильнее чтобы мясо было тоненько удобнее было его заворачивать так филе мы уже отбили первым нужно замереновать здесь у меня соль перец и специя для курицы и я вот так отложу филе отбитые спать пиццы вот этой смесью с солью с перцем и со специями немножко дам постоять и начну заворачивать рулетики как раз у меня уже остыли древочки смешаю вторую начинку вот такой у меня квадратный профиль в котором я буду запекать я его с тела я фольгу и пока убираю пока убираю сыр смешиваем с грибами вот тут у меня масло можно в принципе майонез не добавлять масло немножечко начинка пластичная можно и майонез добавить я просто боюсь что если добавлю майонез начинка будет жидкая поэтому начинка не должна быть жидкой нужно чтобы она хорошо не заворачивался растекалась нет не буду майонез добавлять достаточно пластичная начинка если вы будете делать с обычными шампиньонами не с лесными грибами и не будете их обжаривать сырыми шампиньонами шампиньоны и сыр скорее всего нужно добавить майонез а сюда не буду вкусно как как вкусно вот у меня две начинки чернослив с городским орехом белые грибы сыром начинаем заворачивать рулетики начинаем заворачивать берем начинку выкладываем ее на вот там где был толстый слой филешки сюда я выкладываю начинку так как бы сминаю немножко в мясо почему потому что потом удобно хорошо завернуть было все и закручиваю вот такой рулетик закручиваю рулетик и на противень немножко можно сбоку подкрутить тоже если там позволяет мясо чтобы начинка не выпадала мы готовим на завтра поэтому мы сейчас делаем заготовочки тоже берем в холодильник может быть даже положу в морозилку и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...